В эфире новости губернии в студии Анастасия Зубарева. Здравствуйте! Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Совет Федерации поддержал проекты региона по здравоохранению и соцзащите, что дадут решения, принятые в Москве жителям Самарской области. Путь от старых альбомов до бессмертного полка. В Самаре готовится к общероссийской общественной гражданско-патриотической акции. Как сделать портрет героя Великой Отечественной войны? Расскажем. Не рычат для связи с миром. Новый инструмент общения для тех, кто не может говорить сам, подарили двум самарским семьям. Как работает полностью отечественная разработка, покажем. Поддержали советом. Верхняя палата российского парламента одобрила проекты Самарской области по здравоохранению и соцзащите, что дадут решения, принятые в Москве жителям 63-го региона. Ответы в следующем материале выпуска. В этом году Артемий пойдет в школу. Любознательный ребенок изучает насекомых и рыбок, а в будущем хочет стать исследователем. Последние два года Артемий проходит курсы процедур в онкологическом отделении детской больницы имени Ивановой. Условия тесноватые, конечно, потому что болезнь наша требует индивидуального подхода, индивидуального лечения. В палатах от двух до четырех человек тесновато. При этом очень-очень квалифицированные врачи, весь медперсонал очень доброжелательный, очень человечный, что тоже не было важно в нашем лечении. И вот они в таких условиях, им тяжело работать, ну и нам тоже лечиться затруднительно. Учреждение, построенное почти 50 лет назад, было рассчитано на 250 коек. Сейчас, говорит главный врач Ольга Галахова, используется буквально каждый квадратный сантиметр. Потребность в дополнительных площадях ощутима. Новый корпус планируется на 200 коек. Это будет хирургический корпус, в котором будет размещаться хирургическое отделение. Отделение онкогематология. Естественно, там будут новые современные операционные, причем одна из них будет специально сделана для пересадки костного мозга. Эти и другие социально значимые проекты министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов представил в Совете Федерации. С 18 по 22 апреля в Верхней Палате Парламента проходили тематические дни 63-го региона. В частности, здравоохранение заострит внимание на реконструкцию двух детских больниц Самары. Это больница имени Ивановой и детская областная инфекционная больница, ранее известная как городская больница номер 5. Это по линии соцзащиты строительства двух общежитий для проживания пожилых людей. Речь идет о проектах строительства корпусов в пансионатах для инвалидов. Двух в Исокинском и Потаповском в следующем году. И еще одного в Сызранском в обозревом будущем. Все они психоневрологического профиля. В регионе, прежде всего, губернатором региона, Дмитрий Ильич Мазаровым, правильно очень расставляются акценты. Работает команда. Активно включились в реализацию приоритетных национальных проектов. Вместе с тем проведена глубокая инвентаризация по всем отраслям, прежде всего, социальной сферы. Есть понимание о необходимости развития дальнейшей инфраструктуры, здравоохранения, социальной защиты населения. Безусловно, эти предложения войдут в проект постановления Совета Федерации. Сегодня на профильном комитете по социальной политике они были поддержаны. Комитет принял решение рекомендовать Министерствам здравоохранения и труда и социальной защиты России рассмотреть вопросы о софинансировании из федерального бюджета всех представленных инициатив. Анна Ивахина, Владимир Терентьев, Новости губернии, Самара, Москва. Сила мысли в деле. Новый инструмент общения для тех, кто сам не может говорить. Система не рычат. Отечественная разработка частной компании проходила клинические исследования на базе Самарского медицинского университета. В 63-м регионе самую современную на сегодня версию аппарата получили две семьи с детьми, страдающими ДЦП. Как работает новое слово техники, наша съемочная группа опробовала буквально на себе. Подробности в нашем материале. У 10-летней Виктории ДЦП. Несмотря на диагноз, девочка очень оптимистична, дружелюбно, любит учиться. Больше всего ей нравится рисовать. Правда, вот общаться с окружающими непросто. Мы общаемся жестами, как правило. Скажи, говорить я тоже могу. Ты можешь говорить? Да. Что-то мы стараемся, пытаемся, но пока у нас это проблематично. У нас есть, да, маленький набор слов, которые мы употребляем всегда и везде. Няня, мама, папа, кока. Теперь проблема коммуникации практически позади. Семья Кострыкиных одна из двух в Самарской области, которая получила в дар дорогостоящие инновационные оборудования. Компания-разработчик, благодаря средствам президентского гранта, подарила систему нейрочат. Она работает на основе технологии мозг-компьютер-интерфейс. Силой мысленного намерения наш пациент или пользователь может выбирать на экране тот или иной символ и таким образом в дальнейшем писать, управлять внешними устройствами, выходить в интернет. Разработка помогает держать связь с внешним миром, пациентам, у которых нарушена двигательная функция или речь. Главное, чтобы сохранилась интеллектуальная активность. Во время того, как будут подсвечиваться определенные буквы, он дает эмоциональный отклик, считает при себе. То есть он фокусирует свое внимание на конкретной букве, на конкретном символе. Вследствие чего он затем собирает полное слово. Электрические импульсы мозга датчики снимают в основном с затылка пользователя. Чтобы было легче подбирать нужные слова, у нейрочата есть свой автопомощник. Управлять силой мысли непросто. Чтобы набрать даже короткое слово, новому пользователю нужно хотя бы несколько минут. Сейчас я попробую выразить свои эмоции от происходящего в нейрочате. Смотрите, нам сейчас нужно будет выбрать старт. Это действительно сложно. Чувство, как будто я сейчас выучила из десяток иностранных слов. Но научиться можно. Этот проект один из первых в национальной технологической инициативе. Самые первые прототипы проходили апробацию в Самарском медицинском университете. Здесь же продолжаются клинические испытания. И вот эта связка, когда инновационные компании федерального уровня, когда есть медицинский университет, имеющий мощные компетенции в науке, в инновациях, и компетенции именно в той сфере, о чем сегодня идет речь, и результат в практическое здравоохранение на базе лечебного учреждения, время передачи, вот тут и происходит синергия. Мы особенно будем поддерживать вот такие технологические проекты. Важно также отметить, что в развитии этого проекта принимают участие Самарские медицинские учреждения государственные, а также Самарский государственный медицинский университет. Период бесплатного распределения аппаратов закончился, а каждый прибор стоит по 120 тысяч рублей. Региональная власть уже разрабатывает возможные схемы предоставления системы пациентам, которые нуждаются, от включения в ОМС до возмещения арендной платы за пользование нейрочатом. Анастасия Зубарева, Алексей Вельмискин, Новости губернии. Высокотехнологичная медицинская помощь онкобольным в регионе становится более доступной. Для самарских журналистов организовали пресс-тур в областной онкодиспансер, где показали, как и для чего работает лаборатория цитологии и молекулярной генетики опухолей. Что такое персонификация медицины, на практике увидела Алена Власова. Темные пятнышки на мониторе – непонятный шифр для обывателя, но ценная информация для специалиста лаборатории цитологии и молекулярной генетики опухолей. У пациентки рак молочной железы. Это исследование поможет врачу-онкологу понять, какое лечение показано именно ей. Это положительная реакция опухолевых клеток на гормоны, эстрогены. Положительная реакция дает нам информацию о том, что эту пациентку можно лечить гормональными препаратами. А здесь проводят молекулярно-генетические исследования. Работает система высокоточной лазерной микродиссекции. В Самарском онкоцентре она единственная на все Поволжье. У пациента во время операции забирается биологический материал – часть опухоли. Потом с помощью лазерного луча специалист вырезает из нее часть клеток. Они попадают в пробирку микроконтейнер. Из ядер опухолевой клетки выделяют ДНК, и уже в ней можно определить мутацию. За всем этим сложным, высокотехнологичным процессом стоит одно – шансы онкобольного на жизнь. Работа специалистов этой лаборатории крайне ответственна. Это не первичная, а углубленная диагностика рака, направление на которую должно быть четко обосновано. Результаты исследований позволяют определить свойства опухоли и ее агрессивность, тип лимфомы и прогнозы процесса. А еще обнаружить первичный очаг, откуда опухоль дала метастазы в другие органы. И самое главное – молекулярно-генетические технологии помогают онкологам, хирургам и химиотерапевтам выбирать оптимальную тактику лечения, подходящую конкретному человеку. Большое достоинство нашего онкодиспансера и нашей лаборатории является то, что эти исследования являются доступными для населения, поскольку, несмотря на высокую стоимость этих исследований, они внедрены, введены в систему обязательного медицинского страхования. Впервые в Российской Федерации, именно в Самарском онкодиспансере, эти исследования введены в практику работы и доступны для больных. Подобных лабораторий, цитологии и молекулярной генетики опухолей в России всего несколько – в Москве, Казани и Уфе. В Самарском областном онкодиспансере она открылась в декабре 2007-го. В прошлом году здесь провели более 45 тысяч исследований. По полюсу ОМС они доступны не только жителям нашей губернии, но в ряде случаев и пациентам из соседних регионов. Алена Власова, Александр Каракулько, Новости губернии. Чисто там, где убирают злополучную свалку, враждебственно, наконец, ликвидируют. Стихийный полигон существовал и разрастался с 80-х годов, но приводить территорию в порядок начали только 22 апреля 2019 года, после личного вмешательства губернатора Дмитрия Азарова. Напомним, фото и видео мусорных залежей появились в соцсетях в этом месяце. Глава региона дал поручение в ситуации разобраться. Там с 80-х годов идет накопление. С 80-х годов вот эта свалка несанкционированная существует. До этого муниципальные власти на это глаза закрывали. Теперь говорят, вот региональный оператор появился, его зона ответственности. Вот он такой щекой и безобразный. Вот отличный подход. И мы считаем, что мы так достигнем результата. Не достигнем, коллеги. После несколько раз на место выезжали ответственные чиновники и общественники. И лед, а точнее мусор, тронулся. Сейчас региональный оператор поставил ограждение по периметру и вывозит накопившиеся за без малого 40 лет отходы водным транспортом на полигон в Преображенке. Кроме того, до конца недели в Рождествено и ближайших населенных пунктах установят 90 контейнеров повышенной вместимости, которые будут опустошать по графику. А в перспективе территорию свалки рекультивируют. Для этого оформляется заявка, чтобы включить участок в федеральный проект «Чистая страна». Он входит в нацпроект «Экология». Задача на будущее – построить на этом месте сортировочно-перегрузочный комплекс. Контроль за качеством на каждом этапе работ и даже после их окончания. Подрядные организации приступили к устранению недочетов по гарантии на капитально отремонтированных объектах. А таковых в Самарской области порядка 4 тысяч. Кто и как выявляет неполадки, за чей счет их ликвидирует, узнала Анна Архипова. Не просто покрасили, а капитально отремонтировали. В Самарской области без малого 400 фасадов многоквартирных домов. Работы велись в рамках подготовки областного центра к Чемпионату мира по футболу. Львиную долю объектов подрядчики сдали еще в 2017-м. В их числе оказалась и девятиэтажка под номером 219 на Нововокзальной. Спустя два года к ее внешнему виду появились претензии. По данному объекту обратился к нам в ход капитального ремонта с претензией, что обрушился фасад, облупился. Выехали, провели комиссию, пригласили наших поставщиков, выявили, что все-таки был небольшой брак в поставке материала. Поставщики согласились нам платить материалы, мы сейчас выполняем гарантийный ремонт. По словам подрядчиков, все дефекты на фасаде этой девятиэтажки будут устранены в течение недели. По данным специалистов, в настоящий момент порядка 10% капитально отремонтированных многоквартирных домов утратили лоск, наведенный в преддверии Мундиаля. Наши специалисты выезжают, оценивают качество проведенных работ. Также мы принимаем жалобы от жителей, управляющих компаний, выезжаем комиссионно, определяем, если вина фонда капитального ремонта, то мы, соответственно, все свои обязательства гарантийные 5 лет несем, привлекаем подрядную организацию, и она за счет своих собственных средств исправляет данные замечания при наступлении положительной погодной температуры. Кровли, инженерные коммуникации, лифты и фасады. В рамках региональной программы в Самарской области капитально отремонтировано порядка 4 тысяч многоквартирных домов. Работы будут продолжены и в 2019-м. Анна Архипова, Дмитрий Столяров, Новости губернии. В Самарской области идет тщательный мониторинг всех управляющих компаний ТСЖ на соблюдение правил безопасности эксплуатации внутридомового газового оборудования. Комиссии госжилинспекции уже выявлено более тысячи нарушений и выдано не менее 600 предписаний к их устранению. В основном речь идет об отсутствии договоров со специализированными организациями на обслуживание газового оборудования. В списке нарушений и использования в быту устаревших колонок и плиток. Ведется разъяснительная работа с собственниками помещений, которым необходимо следить за домовыми и вентиляционными каналами. И по возможности устанавливать датчики и другие сигнализаторы. Для виновных законодатель предусмотрел штрафы. Для должностных лиц от 5 до 20 тысяч, для юридических от 40 до 100 тысяч рублей. Все предписания с конкретными сроками, все предписания находятся на контроле. Безусловно, будут приниматься меры административного воздействия в случае неисполнения этих предписаний в установленные сроки. Кроме этого, уже возбуждены административные дела. Часть из них уже рассмотрена. Отметить хочу, что действия в данном случае виновных лиц будут квалифицироваться как нарушение правил обеспечения безопасного использования содержания внутриколуптированного и внутриколуптированного газового оборудования. Больше 3,5 тысяч несанкционированных операций с банковскими картами на общую сумму свыше 5 миллионов рублей. Таковы итоги прошлого года только по Самарской области. Данное предоставил Центральный банк Российской Федерации. Регулятор отмечает, количество хакерских атак на простых пользователей организации целой системы только растет с каждым годом. Возможно ли уберечь от них себя и свои сбережения? Первый заместитель руководителя Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «Губерния» рассказал, как это сделать. По возможности использовать антивирусное программное обеспечение, безусловно, не устанавливать у себя программное обеспечение из неизвестных источников, не реагировать на волшебные предложения, которые к вам прилетают по электронной почте или по социальным сетям. Это, если у вас есть, возникли вопросы, если вам приходят какие-то звонки или смс-ки, что-то с вашими деньгами не так, то перезванивать только по тому телефону, который указан в качестве контактного на вашей платежной карте. На удочку машинников. Полную версию интервью смотрите сегодня в 21.25 на телеканале «Губерния». Геннадию Котельникову вручили почетный знак за заслуги в развитии парламентаризма. Торжественное награждение прошло на пленарном заседании Совета Федерации. Оно состоялось по завершении дней Самарской области, на которых делегация во главе с губернатором Дмитрием Мазаровым представляла 63-й регион. Председатель Верхней палаты Российского парламента Валентина Матвиенко поблагодарила спикера областного парламента за большой вклад в законотворческую деятельность региона. На Волжском и Красноглинском шоссе в два раза сократилось число аварий. Такую статистику обнародовало региональное управление ГИБДД. Отсчетная точка – ремонт магистрали, которые провели по проекту безопасные и качественные дороги. Например, на Красной Глинке с сентября по декабрь 2017 инспекторы зафиксировали 13 ДТП с двумя погибшими. А за такой же период уже после ремонта в 2018 году всего шесть аварий и один смертельный случай. При этом ни одного наезда на пешехода. Борьба за безопасность дорожного движения продолжится. Теперь уже в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Будут приведены в порядок проезжие части в 18 районах Самарской области. Глава региона Дмитрий Азаров уделяет пристальное внимание реализации национальных проектов. Ведь за каждой цифрой стоят серьезные задачи. Это рост экономических показателей и повышение качества жизни людей, подчеркнул губернатор, выступая в Совете Федерации. Если для региона, как для страны, это шанс ускорения социально-экономического развития, мы понимаем, что для каждого гражданина Российской Федерации цель национальных проектов очень простая. Это чтобы человек жил долго и счастливо. Боролись за звание лучших в регионе прошли соревнования групп задержания вне ведомственной охраны областного управления Росгвардии. 15 команд, прошедшие предварительный отбор, в своих подразделениях состязались в скорости, меткости и выносливости. Павел Воймаков продолжит. Глубокие ямы, высокие стены и многое другое. Полоса препятствий, состоящая из нескольких испытаний, это лишь первый этап соревнований. И хорошая физическая подготовка – залог победы и успешной работы бойцов групп задержания. Поэтому и тренироваться приходится постоянно. Знания и умения их, они, конечно, помогут защитить не только собственную жизнь, но и жизнь, собственно, горожан, тех, кто проживает в сельской местности. Потому что зачастую вне ведомственной охраны – это единственное подразделение войск национальной гвардии, которое находится на закрепленной территории. Ни секунды на отдых. Впереди еще несколько испытаний. В считанные минуты бойцам необходимо добраться до объекта, откуда поступил сигнал тревоги и осмотреть его. В этот раз обошлось, но, как правило, в работе задержание проводится практически ежедневно, нередко. Приходится использовать и табельное оружие, а значит, и огневая подготовка должна быть на высшем уровне. Я готов. Огонь! Поразить мишень бойцам нужно с 10 метров. С заданием справились все без исключения. В соревнованиях приняли участие 15 групп задержания из подразделения региона. Итак, третье место у Сызрани, второе у Кенеля. Победителем стала команда межрайонного отдела вне ведомственной охраны из Тольятти. Лидеры стали обладателями переходящего кубка. Хотелось победить. Ну и получилось. Настрой еще больше увеличился. Будем готовиться. И в свободное время будем готовиться, и в рабочее время будем подготавливаться к дальнейшим соревнованиям. Сильнейшим командам вручили дипломы, а победители совсем скоро будут защищать честь региона на всероссийском конкурсе в Воронеже. Павел Баймаков, Александр Каракулько. Новости губернии. В Самаре готовится к шествию бессмертного полка. Тысячи людей 9 мая пройдут с портретами отцов и прадедов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Принять участие в акции может любой желающий. Уже сейчас открыты пункты приема фотографий. О том, какой путь проходят снимки перед тем, как попасть в колонну героев, узнал Владимир Маркин. Работа тонкая, кропотливая. Хотя, казалось бы, все во власти техники. Но нет, наметанный глаз человека и профессиональные навыки здесь играют большую роль. Оцифровать фото, привести его в надлежащий вид – главная задача дизайнера. В пункт обработки поступают снимки, которым более полувека – портреты героев Великой Отечественной войны. У нас здесь центральный, так сказать, пункт, куда сходится вся информация с точек приема, которые определены у нас в городе. Их у нас 11. Это в администрации городских районов 9 точек. И в двух библиотеках – центральная городская библиотека имени Крупской и детская городская библиотека центральная. В первые дни заявок уже обработано порядка 500 фотографий. После тщательной оцифровки снимки отправляются в типографию, где наступает следующий этап. В цеху кипит процесс производства. Печатный аппарат словно конвейер выдает качественные снимки, после чего портреты помещают в специальный станок для корректировки. Лишнее обрезают. Последний штрих – ламинирование. И фотография для бессмертного полка готова к упаковке и отправке в пункт приема. Начали только буквально на этой неделе, сделано сейчас уже почти 300 фотографий. Оборудование хорошее, печатают быстро, ламинируют быстро, режут еще быстрее. Поэтому все успеваем. Первая партия портретов уже готова к выдаче. Все, кто желает принять участие в акции «Бессмертный полк 9 мая» и рассказать о своих героях, отцах и прадедах, могут подать заявку в пункт приема фотографий, администрацию своего района или в одну из городских библиотек. Адреса указаны на экране. Сделать это можно до 30 апреля. Владимир Маркин, Алексей Гриднев, Новости губернии. Весенняя уборка на арене в областном центре волонтеры привели в порядок территорию около главного стадиона Самары. В экологической акции приняли участие 250 человек. Это сотрудники крупных компаний, студенты и футбольные болельщики. Подробности у Дарьи Изотовой. Идут на Самаро-арену не с футбольной атрибутикой, а вооружившись граблями, метлами и лопатами. Готовятся убирать территорию около стадиона волонтеры. Это сотрудники крупных компаний, студенты и футбольные болельщики. Для города это очень важно, потому что Самара живет футболом. И я как болельщица футбольного клуба «Крылья Советов» прихожу на каждый домашний матч. И приходить, конечно же, приятнее в убранную территорию. Мы должны обязательно помогать природе, чтобы она была чистой. И вообще, в принципе, наша компания, это ее флагманское направление в работе. Мы очень большое внимание уделяем экологии окружающей среды. Всего на уборку территории вокруг стадиона вышли 250 человек. Убирают мусор, используя принципы раздельного сбора отходов. Часть отправится на переработку. Причем организаторы решили сделать из этого настоящее соревнование. Мы придумали элементы экологической игры. Безусловно, наша основная задача будет убрать мусор, листву прошлогоднюю вокруг территории стадиона. Но за разный мусор мы будем начислять разные баллы. Если, например, волонтеры найдут пластик, то они получат больше баллов, потому что его можно отправить на переработку. Идея проведения такой экологической акции с участием сотрудников крупных компаний была высказана на Совете по развитию волонтерства в регионе. И хоть корпоративное добровольчество относительно молодое направление, сейчас оно стремительно развивается. Бизнес, предприятия, учреждения имеют очень огромный ресурс. Человеческий, финансовый. И когда мы развиваем социальное направление, это важно как для самого предприятия, организации, так и для получателей этих услуг, которые молодые и не очень молодые люди могут оказать безвозмездно. По итогам уборки собравшие больше всего мусора получили сувениры от организаторов экологической акции. Дарья Зотова, Сергей Костин, Новости губернии. Работы хватит. Всем в Кировском районе прошла ярмарка вакансий для молодежи и подростков. Свои варианты для трудоустройства соискателям предложили 15 предприятий, молодежный центр «Самарский». Также ребята смогли пройти специальное тестирование по выбору востребованных профессий и специальностей. Как сошлись спрос и предложения, репортаж Сергея Павлова. На лета есть работа. Для многих ребят здесь вершится судьба. Они могут выбрать профессию и впервые в жизни трудоустроиться. Медсестры, водители, полицейские и даже пулеметчики на контрактной основе. Всего около 200 вакансий. В ярмарке принимают участие 15 работодателей. Это государственные и частные структуры различного профиля. Свои варианты для школьников от 14 до 18 лет подготовил и молодежный центр «Самарский». Там предлагают помощникам подсобного, также в офисе работать, конечно, не как помощник. Тем еще есть помощник в библиотеке и садовник. Это вам подходит? Не все, конечно, но подходит. От летней подработки до выбора профессии на профориентационное тестирование выстраивается целая очередь. Где получить первые трудовые навыки выпускнику школы или техникума, а работодателям взять новичка без должной квалификации. Специалисты центра занятости рассказывают о специальной программе «Первое рабочее место». Ее цель – помочь молодым дипломированным специалистам адаптироваться на рынке труда. Две девочки вот интересовались вакансией библиотекаря. И одна уже, как мы с ней определились, по поводу работы. Она пошла собирать все необходимые документы для трудоустройства. На ярмарке можно выбрать учебные курсы, а также ознакомиться с перечнем востребованных профессий. С трудоустройством поможет центр занятости. Кроме работы, новоспеченные молодые специалисты получат господдержку. Поддержка выплачивается на ежегодную выплату, также на съем жилья, на частичную съем жилья, а также на возмещение затрат на научную и исследовательскую деятельность. Подобные ярмарки будут проходить во многих районах города. У молодежи есть все шансы найти себе работу по вкусу. Сергей Павлов, Виктор Соколов, Новости губернии. В Самаре демонстрируют лучшие отечественные и зарубежные фильмы о людях с инвалидностью. Это работы лауреата Международного фестиваля «Кино без барьеров». Организатор показа – ассоциация «Десница». Присоединилась к просмотру и наша съемочная группа. Это так называемое эхо Большого международного фестиваля, который проводится раз в два года в Москве. В прошлом году он собрал более 130 работ участников. Приехали кинематографисты из 14 стран. Там вообще было огромное мероприятие. Это несколько дней, дня четыре. Два кинозала там было. Огромное количество фильмов. Все разнообразные. Было интересно. После завершения фестиваля «Десница» привозит фильмы в Самару. На первый показ пригласили школьников. Демонстрируют работы лауреаты детской программы. Небольшие по длительности игровые и мультипликационные фильмы с героями, которые не похожи на остальных. Я считаю это очень полезно, потому что дети должны знать, что люди бывают разные. Дети должны воспитывать толерантность к людям, которые не такие, как они. Я думаю, что это очень правильно. Я сейчас посмотрела два фильма, они оказались очень получающими. И я даже не успел расплакать на одном моменте. Показ организован с использованием президентского гранта на реализацию проекта на пути к инклюзивному обществу. Основная задача – показать, что человек с инвалидностью – это не только объект лечения, но и полноправная личность. Социальность связана с созданием доступной среды и с созданием изменения отношения к людям, которые не так передвигаются, не так разговаривают. Вот это основная идея. И задача кинофестиваля как раз в этом и состоит, что молодое поколение детей, мы должны с детства ориентировать, что мы разные. Через фильмы, через примеры, через соприкоснования, через мероприятия, через проведение праздников, через какие-то фестивальные вещи люди видят, погружаются, они понимают, что люди у нас в стране и в городе живут разные. И всем должно быть, в первую очередь, безопасно, а инклюзив, в первую очередь, безопасно, и, во вторую очередь, комфортно. Кинопоказ 2019 посвятили памяти Натальи Бортковой, которая буквально за день до его начала ушла из жизни. Вместе с председателем «Десницы» Евгением Печорских в 2002 году она стояла у истоков самого первого фестиваля «Кино без барьеров». Светлана Стрябкова, Алексей Гриднев, Новости губернии. Впереди вас ждет еще полезная информация в рубрике «Деловой акцент», а я с вами прощаюсь. Еще больше новостей на нашем сайте губернии.тв.ру. Всего доброго. 85 лет назад в сказочно красивом районе Татарстана были открыты залежи лечебной грязи. Так начинался санаторий Бакирова. Он быстро стал популярным. Сейчас здесь ежегодно отдыхает около 17 тысяч человек. Это не только россияне, но и жители других стран. Притом, приехавший в Бакирово однажды обязательно возвращается вновь. Ведь цепропелевые грязи их еще называют природными антибиотиками. Вместе с уникальной водой и климатом обеспечивают практически стопроцентную отдачу от лечения в этом удивительном месте. В Бакирово едут не только за здоровьем, но и ради осуществления главной мечты. На этих фотографиях дети, появившиеся на свет после того, как их родители прошли курс лечения в санатории. За каждой фотографией история больше похожая на чудо. Бакирово часто сравнивают с европейскими курортами. И дело не только в удачном расположении. Вокруг есть и горы, и леса, и луга, и водные объекты. Санаторий имеет отличную инфраструктуру, комфортабельные корпуса, отличное питание, в том числе по любимой системе шведский стол, доброжелательный и грамотный персонал. Что еще нужно для хорошего отдыха? Забронировать номер можно на сайте Бакирово.ком